Однозначно оставлять это так не буду просто. Будем дальше судиться, дойдем до Верховного, ну и до Сталинсбурга. Если надо будет, значит дойдем до него. Доказываю свою невиновность. Я полностью невиновен, поэтому я спокоен. Это интервью один из ныне осужденных Андрей Зуев дал нашему телеканалу за несколько часов до приговора, словно был уверен, что он будет обвинительным. Хотя даже после оглашения своей вины не признал ни один из троих фигурантов дела. Напомним, по данным следствия, три года назад подсудимые получили крупную сумму денег от компании «Роснефть» в качестве спонсорской помощи театру «Лайт». Но позже миллионы оказались на счетах совсем другой фирмы. Мне сообщили о том, что вот есть деньги, они пройдут через свою контору и надо просто поставить подпись. Эти деньги целенаправленно направлялись в «Лайт», чтобы эти деньги пошли дальше на, как оказалось, обнальную фирму «Ротер». Куда вот они дальше попали лично, я, конечно, утверждать не могу. За несколько подписей в документах, где фигурировала крупная сумма денег, театр Михаила Ушакова получил 106 тысяч рублей. Куда делись миллионы, до сих пор неизвестно даже следствию. Были установлены все обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Много было дополнительных материалов запрошено, изучено и представлено в том числе и суду. Было сделано все возможное для того, чтобы представить доказательства их вины. Я считаю, что их вина полностью доказана. В то, что подсудимые отправятся за решетку, их родственники до сих пор отказываются верить. Я очень люблю своих сыновей, верю в их невиновность и я думаю, что все равно, правда, она есть в любом случае, восторжествует. Братьев Андрея и Алексея Зуевых суд приговорил к пяти годам колонии общего режима. Михаил Ушаков проведет за решеткой четыре с половиной года. Кроме того, по решению суда, трое осужденных должны будут выплатить потерпевшей стороне, то есть компании «Роснефть» больше 30 миллионов рублей. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.